вот у нас непальские чаши но перед тем как клеить стикер просто хочется показать рисунок на них рисунок с тылу буква это буква хум кто это знает здесь у нас буква а буква вообще-то это он потому что сверху она свара это называется а о и она свара получается который все знают да прекрасно звук которым есть рождение пребывание и разрушение вселенной да он произносится и разумеется то есть это как поднятие энергии снизу с муадхары расширение в районе сердечного центра и вот сахасрары где уже находится вот это вот анусвара а вот такой звук ну надо записывать чашу теперь возьмем наушники и сделаем и аудиозапись в том числе придется вначале сделать стикер так обзор новых чаш тоже для нас ну они не новые вообще но первый раз пришло несколько к нам это непальской чаши ну вообще все чаши эти делаются непальскими мастерами которыми торгуем они переехали в индии за таможенных проблем с непалом это уже не с много лет назад произошло и это в плюс потому что в индии больше условий сделать хорошие чаши сделать дешевле и качественнее вот поэтому не обязательно чтобы чаши были прямо из непала пальцы работают везде я полтора года прожил непали где-то полтора года установка от манду потому что по горам не например нравится больше ходить все таки в ладаке как и моему другу который 20 лет живет в непале на границе с тибетом но ездит в горы ладак лет уже два года жили четырех километрах ну вот в общем это чаши я думаю что это тоже 7 металлов спросил нашего поставщика если чаши 9 металлов у нас таких чаш не у нас есть 7 металлов стоил у нее буквах он внутри буква а это очень важные слоги точно перевести что там за мантр написаны я вижу что мани под мохом есть и она ее много ну то есть это первый конечный слог они обозначают эту чашу в этом месте символизм и все-таки какая-то большая магия наверно давайте послушаем что они могут какие звуки издавать и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Серьезно... Серьезно... Вот... Это была... Из непальских чаш... У нас самая... Маленькая... Это была чаша... 17,5 см... Весом 700 г... Номер 108... Магическая цифра... И она... Первая попалась мне в руки... Нравится... Очень... Интересно... Одна чаша... Непальская... Пришла... С браком... Я вам расскажу о ней... И... Что мы будем с ней делать... Продолжаем общаться с непальскими чашами... Решил немножко... Стикер потом наклеивать на них... Чтобы не... Чтобы видно был рисунок с тылу... Который на них... Вот здесь опять... У нас... Буква... Хум... Опять мантра... Манипатнахум... По кругу нанесена... Так ее представляют... В сердце... Во время медитации... Вот... Центральный слог... И... Вокруг него... Вот эти мантры... Такими кругами... То есть... Можно медитировать на это... Внутри... Видно Будда... С орнаментом... Такой... Немножечко шершавый... Ну... Тут немножко другого рода... Как бы... Не... Лазерная гравировка... Как... На многих современных чашах... Это, мне кажется... Ручная работа... Поэтому... Может быть и ценник на них тоже выше... Но... Интересный звук... Все равно... Достоин... Внимание... Эта чаша... 20 сантиметров... Весом... Килограмм... 70 грамм... Номер у нее... 109... Давайте попробуем... С маленькой палочкой... Общаться... 12... 10... 2014... 12... Уж... 0... 30... 31... Продолжение следует... 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 Долгий сустейн Наверно с ней в руке удобнее работать, чем вот так на подушке Хорошо очень на горло не откликаются эти чаши Но они легкие, глубокие Это была чаша 20 см, весом 1100 грамм, номером 110 Продолжение следует...